Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент мы проводим итоговый брифинг по результатам 2021 года. По результатам 2021 года выявлено 75 954 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, из которых 20% заболевшие дети. 96% заболевших являются невакцинированными. На настоящий момент из всех заболевших у нас выздоровело 72 358 человек, что составляет 95,3%. На лечении в стационарах получают лечение 574 пациента. Это на настоящий момент в состоянии средней тяжести 502 человека. У нас уменьшается количество наших жителей Республики, находящихся в тяжелом состоянии. Их 60 сегодня пациентов, из них 58 пациентов являются непривитыми гражданами. В отделениях реанимации наши врачи поборются за жизнь 12 крайне тяжелых больных. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на ежедневном контроле у нас остаются районы Нюрингринский, Сунтарский, Среднеколымский и Верхоянский. В целом, необходимо обратить внимание, что за год жители Республики, за что им благодарны, мы все справились с необходимостью заботиться о своем здоровье через процедуру вакцинации. Так, первым компонентом Республики привито 73% взрослого населения. Это привито 525 245 человек. Необходимо обратить внимание, что вакцинация явилась единственным способом защиты граждан от новой коронавирусной инфекции совместно с теми мерами оперативного характера в виде ограничительных мер, социальной дистанции, ношения масок и, соответственно, в целом тех, которых мы с вами соблюдали в течение года. Безусловно, от имени оперативного штаба я хочу поблагодарить всех жителей Республики Сахая-Кутя за терпение, за понимание и за совместную борьбу с суперштабом с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня необходимо обратить внимание на два момента, которые нас ждут в текущем 2022 году. Они, прежде всего, связаны с тем, что новый штамм коронавируса уже на настоящий момент начинает появляться и в Российской Федерации. Для него характерно соответствующее более быстрое распространение заболевания. Поэтому все сегодня учреждения здравого хранения, управления службы Роспотребнадзора приведены в режим повышенной готовности для принятия более большего количества людей при возможном заражении. Основной акцент хотелось бы сегодня сделать и обратить внимание на тех, кто на настоящий момент выезжает из Якутска и будет возвращаться из Якутии, и будет возвращаться после, соответственно, праздников новогодних, чтобы следили за состоянием своего здоровья и при первых недомоганиях обращались за медицинской помощью. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня учреждения здравоохранения, как и медики Якутии, обращают ваше внимание на то, что, конечно же, никому не хочется оказаться в новогоднюю ночь в больнице. Но при этом, и, конечно, любое легкое недомогание всегда воспринимается, как лишь бы пережить новогоднюю ночь, и, соответственно, все пройдет. В связи с тем, что заболевание сегодня существует, оно является достаточно коварным, так как оно развивается очень быстро, обращая ваше внимание на необходимость вызова врача, все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Медики готовы работать с любым обращением в любое время, которое сегодня для граждан будет более удобным и, соответственно, комфортным. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия от имени оперативного штаба, хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать счастья и здоровья.